Глава Анапы осмотрел мемориальный комплекс на улице Советской. Здесь не будет никаких торговых объектов. Сквер воинской славы – вот лучшее предназначение этой земли. В создании проекта с удовольствием примут участие жители округа и города, уверен Сергей Павлович. Сегодня выделить, допустим, 100 тысяч рублей и объявить конкурс на проект. Собрать конкурсную комиссию, поставить сроки. Сделают проект, пусть получат премию за первое место. И этот проект, чтобы он был не просто график, а полный расчет. Чтобы мы его могли подать на конкурс, на получение денег. Даже если денег не дадут, будем за собственное строить. Но у нас будет проект. На памятном месте своим подчиненным глава напоминает о подготовке к Дню Победы. Внимание ветеранам и святым памятным местам. Обижая улицы Субсеха, Сергей Сергеев делает акцент на главном для людей. Ремонт дорог и строительство тротуаров. Еще одна проблема, которая ждет решения – отвод избыточных вод. Каждое разрешение на строительство здесь, независимо от объекта, сарай, курятник, дом. Значит, внимательнейшим образом изучать вопросы грунтовых вод. На планерном совещании в ДК Варваровке продолжилось обсуждение злободневных тем Субсехского округа. Одна из таких – создание нормальных условий для жителей, садовых товарищей. Решение проблемы с энергоснабжением на первом плане. Если я плачу, почему мне отключают дуэт РНР в общем котле? Это же не ДНТ уже. Это уже давно населенные пункты. Так заключайте договор с индивидуальным потребителем и отключайте тому, кто не платит. Это первое, на что надо обращать внимание. Я понимаю, что завтра ДНТ попросят и аспарты, и газ. И правильно сделают. Потому что там тоже люди живут. И кто-то мог иметь возможность в городе купить себе жилье в новостройках, а кто-то позволил себе подешевле. И задача власти – обеспечить и этих людей максимум благоустройства, и коммунальных услуг, и так далее, и так далее. О благоустройстве доложила заместитель главы Анжелика Бузунова. На ремонт сельских дорог муниципалитета бюджет выделит свыше 50 миллионов рублей. Поручение управления ЖКХ в первоочередном порядке в субцехе обратить внимание на улицу Николаевскую. Затур давайте проектировать. Там он не получится с одной стороны. Там, может быть, надо будет переходить с одной на другую сторону. Но на всю длину там должен быть ротвань. Я с вас не следую. Знаете почему? Потому что вы давали разрешение на развитие этой улицы. Вы и вы. Но вы приемли. Вы давали разрешение. Рык, газ там, программа. Отдавайте, делайте улицу. Вопрос защиты социальных объектов от подтопления поднял начальник управления гражданской обороны и защиты населения Сергей Семерков. Речь о 33-м садике села Варваровка. На сегодняшний день угроза есть такая. Там 90 метров подъездного пути с улицы Зелёвых. Перепартный сок там тоже около 8 метров. И все Ривневостоки могут свести на нет те ухили, которые были затрачены в 2014 году. Можно рассмотреть тоже вот этот подъездной пункт. И расчистая водополка с северной части детского садика. Ливневка из этого садика, она выходит на улицу. Ливневка у улицы, да? И переполнение там возможно только в случае, если переполнена будет ливневка, насколько я понимаю, у улицы. Поэтому там надо в комплексе. Мы сегодня там были, смотрели. И первая причина – это засорение в уличной ливне. То есть за ней надо постоянно смотреть, постоянно ее прочищать. Ответив на вопросы жителей округа, глава завершил совещание.